Это программа День с толком. Студия Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Поднялась еще на 20 сантиметров. Уровень воды в Аби подходит к критической отметке. В Барнауле стартовало первенство России по боксу. Без салюта, но с концертами, как в краевой столице отметят День Великой Победы. Уровень воды в Аби подходит к критической отметке. Сегодня вода достигла показателя в 526 сантиметров. Прирост за сутки 20 сантиметров. Отметим, что критический уровень воды в Аби – 540 сантиметров. Напомним, на днях главный синоптик России Роман Вильфанд спрогнозировал сложную паводковую ситуацию в ряде сибирских регионов, в их числе Алтайский край. По словам Вильфанда, сейчас наступает вторая фаза половодия. В горах тает снег. И к другой теме. Алтайские полицейские спасли из горящего дома семью. Это случилось накануне вечером в Новоалтайске. Во время патрулирования трое сотрудников полиции заметили сильное задымление на одной из улиц. Горела веранда частного дома. Пожарных вызвали сразу же, но спасать людей пришлось самостоятельно. Было принято решение разбить в окно, выбить его. Залезли внутрь, вытащили женщину и мужчину, оттуда владельцев данного дома. После чего пошли выкуривать соседние дома и перекрывали дорогу до приезда пожарных. Хозяева даже не сразу поняли, что горят. Они уже собирались ложиться спать. Огонь в считанные секунды перекинулся с веранды на дом. Спасти имущество не удалось. Сгорели все вещи, мебель, техника. Самое главное, что мальчишки подоспели вовремя. Они же ехали совершенно не к нам, а по делам по своим. Случайно увидели и не остались равнодушными. Понимаете, они когда подъехали, столько зевак стояло возле ограды. И даже в окно никто не постучал, нам не сказали, что мы горим. Они все снимали видео. А эти три человека подбежали и сделали то, что сделали. Просто спасли нас. Кстати, на этой неделе в Барнауле огонь забрал сразу три дома, два из которых хоть и не являлись памятниками архитектуры, но представляли собой большую историческую ценность. Почему начали массово гореть красивейшие дома и что можно сделать, чтобы спасти деревянные тюрьма начала 20-го столетия, узнавала наша съемочная группа. Старый Барнаул до сих пор во многом деревянный. И поскольку здание действительно уже некоторым вторая сотня лет идет, у них уже конструкции и электропроводка старая. Птица счастья на оконной раме спасти деревянный терем постройки начала 20-го века не смогла. Жилой дом сгорел в конце прошлой недели. В огне погиб мужчина, а с ним и красивейшее здание с большой историей. До революции здесь жила семья, насколько мне известно, по фамилии Соловьевы. Владельцы были этого дома, но вопрос, может быть, они не сами жили, а сдавали, потому что здесь много было доходных домов. Но в любом случае за ним стоит история нескольких поколений. Двухэтажка на водопроводной 109 полыхала в этот вторник. Спасатели эвакуировали четырех человек. В здании находилась дореволюционная казарма царских времен. Вот собственникам таких исторических и ценных домов можно предоставить какие-то от государства льготы, субсидии, какую-то помощь на то, чтобы они сохраняли их внешний вид в хорошем состоянии. Практически параллельно с бараком на водопроводной горел дом на проезде рыночном. Благо в обоих случаях удалось избежать жертв. Причиной обстоятельства пожаров в произошедших домах краевой столицы по улице водопроводная Анатолий и в проезде рыночным еще предстоит установить. По данным фактам проводится дознание. Историки и краеведы в очередной раз обращают внимание на старинные дома. Предлагают их все скорее отфотографировать, чтобы хотя бы на снимках будущее поколение могло прикоснуться к истории. В Бийске вандалы разгромили захоронения на старом кладбище. Неизвестные повредили надгробия известных меценатов семьи Копыловых. По предварительным данным, с кладбища ничего не пропало. Крест и памятники просто лежат на земле. Всего от рук вандалов пострадало пять могил. И это далеко не первое покушение на мемориал Копыловых. В советский период были разрушены мраморные надгробия. В 90-х захоронения погрязли в мусоре. Ровно 10 лет назад был создан мемориальный комплекс с памятником, изгородью и православным крестом. И вот накануне памятник вновь разрушили. Не исключено, что к этому причастны подростки, которые разгромили захоронение ради забавы. Преступников уже разыскивают сотрудники полиции. Напомним, что мемориал открыли на Вознесенском кладбище на месте захоронения благотворителей Антона и Павла Копыловых. Именно на их средства построили здание Народного дома в 1916 году, который сегодня известен как Бийский драматический театр. И к другой теме. Сегодня чиновники Минздрава поздравили с наступающим праздником своих коллег-ветеранов здравоохранения, которые являются еще и участниками Великой Отечественной войны. Таких в крае 11. Среди тех, кто сегодня принимал гостей, в том числе и нашу съемочную группу, Наталья Киселева. Наталья Киселева – женщина неробкого десятка. В детстве пережила блокаду Ленинграда. Потом более 40 лет отдала медицине, работая челюстно-лицевым хирургом. Пациенты были разные. Кому-то собака откусила пол лица, кто-то неаккуратно пользовался пилой. Всего Наталья Киселева провела тысячи операций. К ней стремились попасть пациенты из разных уголков страны. Бралась за тех, от кого отказывались другие врачи. А началось все с того, что после института молодая Наталья Киселева из Ленинграда переехала на Алтай. Так и осталась здесь. Из всех, кого направляли, она единственная осталась на Алтай. Из своего выпуска. Сюда направляли 14 человек. И это... А осталась я одна. Уже почти четверть века Наталья Сергеевна на пенсии. И она уже давно прабабушка. И даже спустя десятилетия, признается жительница блокадного Ленинграда, ужасы войны не забываются. Обстрелы, голод, смерть. Сегодня Наталья Киселева принимает поздравления от своих коллег. За все, что вы выставили, за все, что вы создали. И вот все время общаясь, Наталья Сергеевна потрясающе жизнелюбивая и очень доброжелательная. Вот сохранила в себе эти свойства. Этой зимой Наталья Сергеевна сломала бедро. Поэтому в свои 91 пришлось заново учиться ходить. Но кажется, этого человека уже ничто не сломает. Как и многие блокадники, она повторяет, лишь бы не было войны. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Два десятка белых голубей сегодня запустили в небо в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Акция «Голубь мира» охватила уже более половины регионов России. Именно эта белая птица – символ мирного неба над головой. В акции приняли участие ученики школы номер 48 и педагоги Алтайского краевого детского экологического центра. В небо запустили специально обученных почтовых голубей. Вылетев из клетки, птицы позже вернутся обратно в питомник. Здесь же в экологическом центре, в саду, где посажены деревья в честь ветеранов войны, пополнение. Новая яблоня будет украшать территорию на входе в центр. Ее посадили в честь Вадима Романова, ветерана Великой Отечественной войны, который родом из Бийска. Давайте вспомним этих людей. Наверное, в каждой нашей семье российской есть люди, которые оставили свою жизнь во время Великой Отечественной войны. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания. Продолжим. Демиду Марченко из Барнаула всего 6 лет, но он уже вынужден мужественно бороться с серьезным диагнозом – глиомой ствола головного мозга. Родители мальчика очень долго оплачивали лечение самостоятельно, однако цена выздоровления очень высока. На днях им помогли закрыть сбор на операцию с нового благотворительного фонда, который специализируется на онкологии. Маргарита Гартунг продолжит. Это обращение мама Демида Ангелина записывала еще пару недель назад. Ребенку с глиомой головного мозга требовалось 3,5 миллиона рублей. Столько стоила очень важная для него операция в Стамбуле, где сейчас мальчик и находится. Огромную сумму родителям помогли собрать в молодом благотворительном фонде, в котором специализируются именно на детях с онкологией. Демид – один из первых подопечных фонда. С его семьей постоянно была на связи Любовь Суркова. Она живет в Бийске, поэтому созванивалась с семьей мальчика, распространяла информацию о сборе средств и переживала за Демида, как за собственного ребенка. Конечно, огромное удовольствие испытываешь от того, что успеваешь и чувствуешь удовлетворение от того, что это реальная помощь. Отправили ребенка лечиться и уже наблюдаем, ждем новостей, конечно, хороших, переживаем. И все равно этот ребенок не остается в стороне, что закрыли ему сбор и забыли про него. И следующий. Всегда мы за этим ребенком смотрим, радуемся успехам, ждем, конечно, ремиссии и выздоровления. Тема детской онкологии для женщины, к сожалению, близка. Было тяжело, но Любовь нашла себе силы помогать другим. Первые полгода такой волонтерской деятельности ее не съели. А победа жизни случаем с Демидом лишь добавляет мотивации. Пока что Любовь на территории Алтайского края работает одна, но, возможно, скоро у нее появится целая команда. Получилось так, что сейчас мы помогаем мальчику из Барнаула. Я считаю, что это неплохо. Конечно, пока говорить рано на сегодняшний день, но в планах на будущее у нас открытие филиалов нашего фонда по регионам. Самара в беде не бросает, Алтай в беде не бросает и так далее. Да, есть такие планы. Добавим, что с 2017 года Алтайский край в числе лидеров России по детской онкологии. Не проиграть битву жизни и смерти родителям малышей теперь будут помогать волонтеры. Благотворительные фонды часто – это единственный способ помочь таким детям. Маргарита Гартунг, Николай Шилко. День с толком. Они слышали даже разговоры космонавтов на орбите. Сегодня такой профессии, как радист, уже практически не существует. Но есть радиолюбители и ведущие радиоэфиров, которые рассказали свой профессиональный праздник – День радио. Какие чувства вызывают у них связь со слушателями по ту сторону радиоприемника или радиорубки. Подробности далее. Всем добрый вечер. Вы настроились на станцию 106.8 FM, радио «Комсомольская правда». Сегодня говорим о праздновании 9 мая в Барнауле. Руки потели, голос не слушался, колени дрожали. В таком состоянии вел свои первые эфиры на радио журналист «Комсомольской правды» Иван Алексюк. Шесть лет назад он приехал в краевую столицу из Кемерово и сразу попал на радио. Я работал в Кемеровской «Комсомольской правде» и пришел сюда, думаю, ну все, родные, все знакомые. А в редакции все было занято. Они пришли, значит, услышали, что я там рассказываю, говорю, ну, накупились на голос, в общем. Одного из первых гостей мне, значит, у нас есть в Барнауле известный маршал тайский-зеленецкий. Его вообще не переслушаешь. Он просто говорит, это как радио. Дай ему задать какой-нибудь вопрос вначале, и все, можно уходить и возвращаться минут через 40. Он только закончит говорить. И мне дали его потренироваться. Тренировка прошла на ура. Дальше множество интересных спикеров, дедлайнов, уверенность пришла сама собой. Бархатный голос окрепый. Сегодня пять раз в неделю Иван выходит на связь со слушателями, сообщает новости и обсуждает самые острые проблемы. Бывает, что там что-то срывается, там кто-то у тебя раз должен быть какой-то спикер, а он трубку не берет. И ты там перестраиваешь мгновенно на ходу этот эфир. Бывают интересные гости, да, известный уважаемый человек в Алтайском крае, а он раз, у него в речи такой дефект есть. Он что-то рассказывает, и как будто, он что-то рассказывает, ну у нас в Алтайском крае, и вот это добавляет, практически там в каждом предложении. Это раз за разом есть. В эфир такое нельзя, потому что слышно все равно. Сегодня Ивана и другие радиоведущие, а также сотни радиолюбителей в крае отмечают свой праздник – День радио. Появилось оно в конце 19 века. Ученый Александр Попов в Петербурге впервые в мире осуществил передачу радиотелеграммы. До Алтая радиосвязь дошла несколькими десятилетиями позже. Эпоха радиовещания на Алтае зародилась в этом здании. Это бывшая аптека Крюгер. Здесь в 1929 году, почти век назад, появилась первая радиоточка в Барнауле. Уже через год в Барнауле было 150 таких точек. Провода тянулись прямо в квартиры. А в 1945 году на радиосвязь вышли 10 тысяч жителей краевой столицы. Вот это приемник звезда, ламповый приемник, оригинальный дизайн. Но был выпущен он у нас на заводе, на том, где выпускали зенитные ракеты. Не на радиозаводе. Сегодня радиоприемник, звезда, карманный космос и мечта всех радиолюбителей спидола лишь экспонаты музея. В цифровой век в стране не осталось ни одного радиозавода, где бы выпускались подобные приемники. Но эпоха радио вновь вернется, уверен Александр Иванович. Вы представляете, если не дай бог что-то случится без радиосвязи, цифровая связь не вынесет. Потому что самое чувствительное приемное устройство – человеческое ухо. И любой телеграфный сигнал из помех выберет ухо. А цифра этого не может. В регионе около 700 радиолюбителей. При помощи японских, а не русских радиоприемников, они каждый день имеют возможность общаться со всем миром не по телефону, а именно по радиосвязи. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Бой в квадрате. В Барнауле стартовало первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Турнир такого масштаба регион не видел целых 40 лет. Поэтому месячная подготовка была сложной. Яркое открытие, почетные гости и полные трибуны зрителей. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Далекий 1979 год. Тогда на Алтае проводился всесоюзный турнир по боксу среди спортивных сообществ. Это и Динамо, ЦСКА, Спартак и так далее. Турнир проводился здесь же, тогда еще во дворце спорта и собирал полные трибуны. И 40 лет Алтай не видел крупных турниров по боксу. Сегодня 2021 год. Второй по значимости турнир по боксу в России. Первенство России среди юниоров в Алтайском крае, в городе Барнауле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, это не за рубежом или в ведущем городе нашей страны. Все топовые боксеры в России приехали на Алтай, чтобы выяснить отношения в ринге. В турнире принимает участие больше 300 сильнейших боксеров из 53 регионов России. Каждому участнику для победы в своей категории нужно будет выиграть 5 боев. На церемонии открытия участников соревнований поприветствовали и официальные лица. Я, наверное, не покривлю душой, сказав, что это очень долгожданное для нас соревнование. Я убежден, что те бои, которые здесь состоятся, в Титов-арена, в городе Барнауле, они выявят тех победителей, тех, кто готов и составит ближайший резерв национальной сборной России по боксу. Я сегодня сидел как завороженный. Вот положа руку на сердце, я вам серьезно говорю, такое открытие я давно не видел уже. Вот хорошее было открытие на чемпионате России. И сейчас вот мы были в Серпухове тоже, но вот именно как сегодня подобранные картинки вот эти Алтайского края. Наверное, сегодня мое мнение совпадает вот с вашим, что Алтай, наверное, действительно можно назвать сердцем мира. Ну, сердцем России это 100%. Каждый регион привез лучших боксеров и у всех одна цель – только победа. Однако у наших спортсменов есть козырь в кармане. Это болельщики, которые всячески будут поддерживать своих. Да и при родных трибунах боксировать легче. Это огромное значение имеет. Почему? Потому что, когда тебя дома болеют твои болельщики, ты это чувствуешь, это ауру чувствуется, когда болельщики болеют. И здесь, когда они на месте находятся и болеют за тебя, кричат, когда твое имя слышат, это огромное большое значение имеет на ринге. Прямо на ринге это слышится, видится. За честь региона предстоит постоять 13-ти сильнейшим боксерам, воспитанникам Алтайской школы бокса. Ребята долго и упорно готовились к турниру, когда на ринге спортсмен, каждый тренер подсказывает так, будто сам готов выйти и побоксировать. Организаторы первенства подготовили для зрителей световое шоу выступления рок-групп, а 8 мая здесь будет бесплатная полевая кухня. Главная мотивация для боксеров – то, что победители получат право представлять нашу страну на предстоящем чемпионате Европы в Париже. Вход для болельщиков бесплатный, так что, как говорится, спешите видеть. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Ну и в завершении о том, как пройдет в Барнауле День Победы. Праздник будет, но с отпечатком пандемии. 9 мая барнаульцев ждет яркая программа – уличные концерты, спортивные забеги, фотозоны и выставки. Как в Барнауле можно отметить, День Победы расскажем прямо сейчас. 9 мая главные мероприятия, как и прежде, пройдут на площади Сахарова. В 10 часов утра там можно будет посмотреть на выставку военной техники. С 12 также на Сахарова начнутся выступления творческих коллективов города. А на площади Советов в 12.00 стартует открытый пробег легкоатлетов «Кольцо Победы». Каждый год в нем участвуют тысячи барнаульцев. Еще один концерт начнется в 3 часа на набережной Барнаула. Там выступят детские коллективы и барнаульский духовой оркестр. Также в 3 часа дня будет шествие Бессмертного полка. Уже второй год подряд акцию не получается провести в привычном формате. Поэтому, как и в 2020 году, она пройдет онлайн на сайте Бессмертного полка, где будут транслировать фотографии героев. Важно, сбор заявок уже закрыт. Кстати, организаторы все же планируют провести Бессмертный полк под открытым небом, но уже 24 июня, если, конечно, позволит Роспотребнадзор. Добавим, что 9 мая праздничные мероприятия пройдут не только в центре, но и во всех парках Барнаула. А вот салюта в этом году, к сожалению, не будет, потому что, в отличие от захватчиков, коронавирус мы пока не победили. Ирина Корчагина, День Столка. Подробную программу вы сможете найти на официальном сайте города, а также заранее узнать, какие участки дорог 9 мая перекроют для движения транспорта. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Помните, телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Продолжение следует...